Радио 54 Какие-то из них уже прошли Какие-то зарегистрированы Какие-то прошли клинические испытания уже на людях И готовятся к регистрации Есть на доклинических испытаниях на животных То есть это много Большое количество в Китае идет исследование Большое количество в Европе, в Америке Ну, понятно, и в Российской Федерации в том числе То, что касается зарегистрированных вакцин Сегодня на территории Российской Федерации Это прежде всего Эпивак Коронавектор вакцина Это гомолеевская вакцина Спутник, которую мы знаем когда И чумаковская вакцина Которая институт имени Чумакова зарегистрирована Ковид-Вак Она тоже сегодня на рынке Она уже поступила тоже на территорию области Новосибирской и по Российской Федерации То есть три вакцины российского производства Которыми мы работаем По механизму, так скажем Создания этих вакцин Вакцин и действия вакцин Они немножко разные Есть векторные вакцины Которые вот относятся в частности Спутник вакцина Которые На аденовирусную частицу Это старые очень технологии Это технологии давно известные И вообще вот Сегодня я хочу сразу сказать Вообще Российская Федерация По производству вакцин Вообще была одна из первых И вы знаете, что Многие вакцины Которые вообще были зарегистрированы На территории Российской Федерации Которые нет нигде в мире И ими пользуются Это надо сказать И про лихорадки Эбола И при клещевом энцефалите Это наши вакцины Которые То есть не только космос-балет Но еще и вот эта сфера Просто про нее меньше говорили Самое главное Недоверие к современным вакцинам Что касается Вот этой Ковидной истории Это каким образом Так быстро разработали То есть наверняка же Она еще не проверена И главное опасение Сразу скажем прямо Главное опасение Связано с тем Как люди думают Даже без медицинского образования Позволяют себе Такие рассуждения Что вакцина не прошла Должного времени На И как доверять Вот как доверять Поэтому вы знаете То есть люди Всегда хотят что-то слышать Слышать то, что они хотят Это правда Не дослушивая дальше Да Поэтому я еще раз хочу сказать Никто ее так быстро не делал Это болванки Ну если говорить Простым человеческим языком Которые просто доработали Для ковида Конечно Они существуют Эти платформы Они есть Они известны Они разработаны Причем давным-давно разработаны И дальше уже по технологии Вот например Векторные вакцины То есть на аденовирус Там насаждается Искусственно созданные Встраиваются вещи Там ковиду Можно туда не ковиду Встроить вещи То есть это технологии уже Биотехнологические технологии То есть давайте еще раз Акцентируем внимание Что вакцина Основная часть вакцины Была разработана Давно Давно Болванка вот эта Конечно А для того чтобы Ее для ковида Каким-то образом Конкретно Дальше идет доработка Доработали немножечко Отсюда вот этот вот Небольшой промежуток времени Который потребовался На эту доработку Очень многие Об этом даже не знают Что механизм выглядит По-простому вот так Хорошо, что мы это озвучили Лариса Леонидовна Уже вопрос Уже вопрос Здравствуйте В 2016 году Прошел в вашей больнице Курс лечения От гепатита С Препаратом Пегальтевир Все последующие годы Вирусная РНК Не обнаруживается Можно ли мне Вакцинироваться От ковида Спасибо Большой привет Ирине Вадимовне Побольше бы таких врачей Вы наверное знаете Вот такой вопрос От слушателя Спасибо большое Обязательно вам нужно Вакцинироваться Это не противопоказание И коли вот такой вопрос От слушателя поступил Я хочу сказать Что противопоказанием К введению вакцины Любой От ковида Или другой какой-либо вакцины Является только Острое состояние То есть больной Который заболел Острой инфекцией Или обострение Хронического заболевания А дальше Это очень индивидуально Практически противопоказаний Это и нет Ну понятно Беременность Дети и так далее Но практически Если у вас даже Какое-то заболевание Хроническое Стадии ремиссии И даже если вы по нему Какую-то терапию получаете То это не является Каким-то либо Противопоказанием Проведению вакцинации Любой В том числе и ковидной Но при любой ситуации Конечно проконсультироваться С врачом Но в данном случае Нужно сделать вакцинацию Хорошо Вот человек записался На вакцинацию И тут у него Ну сопли случились Кашель Или что делать Тогда он просто просит Своего врача Или там где он записался Перенести Но после двух недель Как он поправится Через две недели Можно вакцинироваться Доброе утро Как все-таки быть тем Кто переболел ковидом Я переболела в мае 2020 В апреле сдавала кровь На антитела Значение 5,2 Что это значит Не пойму Работаю воспитателем К сентябрю Нужно всем привиться Кто не предоставит Сертификат прививки От ковида Будут отстранены От работы Без содержания Заработной платы Как быть? Хороший вопрос На самом деле Таких сейчас людей Очень много Это правда Которые переболели Значит безусловно Значит смотрите Ситуация такая После любой болезни И после ковидной инфекции Формируются защитные антитела Антитела G Которые все сейчас смотрят Все знают Показатели и так далее Но есть еще антитела M Антитела M Их как правило Смотрят в анализе в паре Которые характеризуют Как бы острую часть болезни При любой инфекции Если мы видим иммуноглобулинеем Это как бы острая фаза болезни И так далее Вот если люди Перенесли ковидную инфекцию У них есть G И еще есть M Абсолютно не нужно вакцинироваться То есть M Иммуноглобулины Сохраняются достаточно долго Мы их видим даже 3-6 месяцев После того как человек переболел То есть это идет Остаточный ответ иммунной системы И M-ки еще есть И G уже начинают Защитные формироваться Понятно что в этой ситуации Вакцинироваться не надо Есть ли такая ситуация Как вот слушатель задал Это очень много таких людей Когда M-ок уже нет Есть G И вот как относиться Вот к этой интерпретации Вот этих анализов Ну считается Вообще сейчас В показаниях После Перенесенной ковидной инфекции В принципе все должны вакцинироваться Примерно через 6 месяцев После перенесенного даже заболевания Потому что на самом деле Вот эти антитела Которые формируются После Защитные как мы говорим Антитела Они у всех формируются по-разному В разном титре То есть в разном В разном количестве В количестве В силе ответа Иммунной системы Это в многих факторах зависит Это очень индивидуальная история У всех оно по-разному У кого-то через месяц их нет У кого-то они еще год Хорошие Но на самом деле И зависит не только Какие у тебя антитела А какие качественные Еще насколько они Качественно реагируют Качество этих антител Поэтому считается Что все пациенты Которые даже Перенесли ковидную инфекцию Через 6 месяцев Должны вакцинироваться Может быть даже Однократно вакциной Первым компонентом Спутника Или лайт спутника Вакциной Или же Считается порогом То что ниже титров 4 В принципе Это уже Нужно вакцинироваться Потому что это очень слабый Если у человека Высокий уровень антител Он об этом не знал Но тем не менее Привился Это каким-то образом Отрицательно повлияет На его состояние Нет Не повлияет Ни в коем случае Давайте на этом еще раз Акцентируем Внимание То есть если даже У вас высокие титры Защитных антител Но вы на какой-то момент Их не смотрели У вас не было возможности Или просто вы приняли Для себя такое решение Это не является Каким-то противопоказанием У вас не разовьется Никаких побочных эффектов У вас просто будет усиление Вашего иммунного ответа Друзья Мы сейчас открываем Ленты новостей И что мы видим Мы видим Что в регионе Увеличилось количество Выявляемых случаев COVID-19 Также число пациентов С коронавирусом В стационарах Третья волна Да Третья волна Это правда Посмотрим Правда А вот кстати По третьей волне Течение заболевания Ну чем-то отличается От первой и второй Значит смотрите Первая волна У нас начиналась Первый случай Зафиксирован 16 марта И дальше такая Медленная Возрастающая Кривая Если как в графике Ее себе представить То есть она подрастала Подрастала Мы вышли к июню К июлю на пик Заболеваемости И дальше потихонечку Она также ровненько Спадала Спадала Где-то наверное К августу К начало сентября У нас был спад Такой И потом Вторая волна Она быстрее нарастала То есть быстрее Мы в пик вошли Октябрь-ноябрь Прям пиковые были И дальше так же упала Вот эта вот ситуация Которая сейчас Она нарастала Очень резко То есть мы видели Примерно две недели Чуть-чуть И потом раз И скачок Последнюю неделю Ну сложно сказать Предположить Возможно Вы знаете Очень сложно На самом деле Эпидемиология Этого заболевания Она как-то Очень сложно Поддается объяснению Но с точки зрения Того что сегодня Конечно Во-первых Первое Люди совершенно Расслабились Абсолютно Понятно Человеческую сущность Можно понять Люди не могут жить В страхе Да Вот в этой боязни В этих ограничениях Это тяжело И когда-то должно Это закончиться Но тем не менее Люди расслабились Лето Тепло Люди устали Уже год в этой ситуации Абсолютно Ну посмотрите Это где-то еще в магазинах В транспорте Ты людей увидишь в маске А то что касается каких-то Все ходят друг к другу В гости Собираются большие компании И люди об этом не задумываются Они не видят этих ужасов И они об этом не думают Поэтому расслабились Безусловно И поэтому конечно Вот эта вот вспышка Потом Пожилой возраст Вот у нас Как раз вот эта волна Началась Прям с пожилого возраста Я обратила внимание Что я даже не задумывалась О том Сколько у нас людей Старше 90 лет Нормально существующих людей Они тоже были ограничены Они сами никуда не выходили К ним старались люди Не ходить Да, их родственники Но опять же Все расслабились И пожилые выехали на дачу И там родственники Ну это правда Это общение Безусловно Это привело к росту заболеваний Вообще это странно Я вам знаете Что хочу сказать Уважаемые друзья И коллеги И слушатели Я все время В отделениях Все время в реанимациях Хожу на обходы Беседую с пациентами Смотрю этих пациентов Вот я вчера была в палате Где находилось 4 человека Женщины пожилые 70 лет Я с ними разговаривала Беседала Потом говорю Скажите пожалуйста Кто из вас вакцинирован Они говорят Никто Я говорю Ну то есть вы все хотели Все-таки воочию увидеть Что такое первая инфекционная больница Ну это конечно Не смешно Проскочить Я хочу подчеркнуть Что это пандемия Это даже не эпидемия Это пандемия Поэтому переболеет каждый человек Легко Тяжело С фатальными летальными исходами Переболеет каждый Это коснется каждого Как и переболеете лично вы Не знает никто Вот это важно Абсолютно Про третью волну уже очевидно сказали Вот вопрос Я поставил две прививки Ровно через месяц Заболел ковидом Как такое возможно? Возможно Абсолютно точно Значит вот Я вам проведу параллель Моей любимой темы Клещевых инфекций Я о них говорю 30 лет я работаю в инфекциях 30 лет я говорю В Новосибирской области О клещевых инфекциях Их не так много Но это такие тяжелые больные Это инвалиды Или умершие Я всегда говорю Прививка Она не гарантирует вам 100% того Что вы не заболеете Но течение болеет Но она вам говорит Она вам гарантирует Что вы если даже заболеете То есть кто-то и не заболеет А если кто-то заболеет То он переболеет В более легкой форме И уж точно без летального исхода Меньше шансов остаться инвалидом Конечно Поэтому понятно Что у нас нет 100% Сегодня те вакцины Которые вообще имеются на рынке Это не 100% И самые там Какие-то лучшие вещи Которые есть сегодня в мире По вакцинам Они все дают эффективность 85-95 Ну максимально 98% Ну это ведь не малат Это очень хороший процент Безусловно Поэтому то что люди Мы могли заболеть После вакцины Да могли Но только они переболеют Легко и без каких-то Серьезных вещей Лариса Леонидовна Все мы люди И мы безусловно Все переболели Достаточно Некоторые тяжело болели Через реанимацию У нас доктора болели Медицинские сотрудники Но у вас это Это в первую волну То есть это было В первую волну Были те которые уволились Нет Все остались на посту Я вам хочу сказать Что больница Первая Ну естественно Как инфекционный профиль Взяла на себя Лечение этих больных И мы месяц работали Пока стали Да Открываться другие стационары И персонал Ну просто он готов В этой ситуации работать Мы Больница небольшая Да Инфекции как-то Никогда сильно так не звучали Но для нас Эти эпидемические вспышки Каких-то вещей Они привычны Однозначны Поэтому персонал работает Так как он должен работать И никаких отказов Там я не знаю Какого-то нежелания Работали И очень И сейчас продолжаем То есть для нас Это стресс, страх А для вас это обыденность Это обычная ситуация А вы лично Какую прививку выбрали Для себя Спутник Спутник? Да А вы чем руководствовались Когда выбирали? Или в то время Только спутник и был? Ну в то время Наверное Наверное Спутник только и был И ну как-то спутник Ну хотя я считаю Что вы себя чувствовали? Вот вы поставили прививку Я себя чувствовала хорошо Мои родственники Которые поставили У них на первый На второй компонент В течение суток Была температура Которая сама снизилась Потом до 38 градусов Это нормальная Обычная реакция На прививку Может быть такое Но в принципе Все достаточно нормально Комфортно А вообще сейчас Вот по статистике Если я правильно помню Летальных исходов У нас не было После вакцинации Да? Нет Летальных исходов У вакцинированных Пока Не, ну просто в мире же Это существует У нас нет пока В Новосибирске Это к вопросу о школе Наших эпидемиологов И вакцинологов Или как это правильно? Всегда Все было хорошо Не знаю Переболел ковидом или нет Только догадываюсь Тест сдавать надо Или пришел и привился Но об этом мы уже Сегодня немного говорим Что лучше Наверное Посмотреть сначала Антитела Вы безусловно Должны привиться Абсолютно Болели вы не болели Но можете Ради своего Собственного интереса И спокойствия Посмотреть Свои вакцинальные тела Если у вас есть лишние деньги А сколько сейчас это стоит В среднем Тысяча две Наверное Нет На самом деле Это не так дорого Я думаю Что порядка От 400 до 600 рублей В зависимости от лаборатории А я почему-то тоже думала Что около 2000 Это на самом деле Стандартная Ифа диагностика Иммуноферменный анализ Это простая Рутинная методика Для лабораторий Поэтому это зависит От того Если она много Лабораторий делает То цена будет Конечно меньше Поэтому на вакцинацию Очень просто записаться Можно записаться Через сайт Госуслуг И там В личном кабинете Вы будете Отслеживать свою очередь И вас там пригласят Либо Если допустим Пожилые люди Не все там владеют Компьютерами То они могут Совершенно спокойно Записаться у себя В поликлинике По месту жительства Нет никаких очередей Нет никаких проблем Сегодня Более того Если вы хотите Вакцинироваться Но по каким-то причинам Но тяжелые больные Есть которые Не могут выйти из дома Допустим По каким-то причинам Артроза Есть же выездные бригады Выездные бригады Поликлиники Выезжают на дом Поэтому сегодня Это доступно Есть круглосуточный Центр вакцины Профилактики В торговых центрах У нас в Сан-Сити Работает уже давно Круглосуточным отдельно скажем Это важно Очень удобно Для многих Открылся он В Первомайском районе А по адресу Героев Революции 5 Это первый В Новосибирской области Круглосуточный пункт Вакцинации Друзья Скорее всего Напоследственно Подскажите пожалуйста Мне что делать Я хочу поставить вакцину Но постоянно в сомнениях Какую выбрать И в какое время поставить У меня бронхиальная астма На фоне аллергии И аутоиммунный тиреодит Сказали что нужно Вакцинироваться осенью Какую мне из вакцин Выбрать более щадящую С точки зрения Значит смотрите Вакцина Вот хороший тоже вопрос Вакцина для вас Может быть любая абсолютно Они все безопасные Там нет частиц вируса Абсолютно Никаких живых Поэтому это безопасные вакцины Любая вакцина То что касается Если это действительно Бронхиальная астма Еще с аллергическими проявлениями Но я думаю Что если это не вне обострения То под прикрытием Все знают терапевты И пульмонологи Как это делать Человек может вакцинироваться Прямо сейчас Какие документы Нужно иметь с собой При вакцинации Если нужно Паспорт Снилс Полис Паспорт Ну желательно только паспорт На самом деле Чтобы у вас был Потому что заносится В паспорт прививочный Ваши данные Для того чтобы вы тоже Как потом человек Который куда-то Будет выезжать Имел этот паспорт прививки Чтобы у вас были эти данные Мы вот еще раз Акцентируем внимание на то Что сейчас В принципе привиться Можно просто Зайдя в поликлинику Показав документы И выбрав вакцину То есть может быть Проблема лишь в том Что той вакцины Которой вы хотите привиться Сейчас Вот на данный момент Нет Но ее привезут завтра Ее привезут завтра Просто как бы Каждая поликлиника По разному расход идет Да Ту или иную вакцину А вот еще вопрос По поводу Сроков Ревакцинации Или как это правильно называется Когда вторую делают вакцину У всех вакцин Это две недели Или там Разные сроки И есть ли какие-то допуски Что допустим Не две недели Можно подождать А две недели Там и плюс два дня Если там Ну уехал куда-то Элементарно На самом деле Вот очень хороший вопрос На самом деле Две недели Практически Две недели У них перерыв Между первой и второй Вакциной Компонентом Но если вы На какой-то момент Там удлинили Этот интервал Там до 21 Например дня То нет ничего страшного То есть На результате Это не скажется На результате Это не скажется 14-21 день Это вот в тот период Когда вы должны Уложиться между Первой и второй Вакцинацией Ну это очень важно Еще вопрос Признаки классического РВИ Просто кашляю Чихаю Без температуры Надо ли сдавать ПЦР Делать ПЦР Видимо Вот как вот Человек думает Ну какая-то легкая Желетняя простуда Это значит сразу Абсолютно Ну понятно Что сегодня Все только зачихали Закашляли У всех Сразу подозревают Самое плохое Подозревают Да В принципе Конечно надо Есть какие-то ключевые признаки Нет Нет ключевых признаков На самом деле Потому что И ковидная инфекция Это разновидность Респиратурной инфекции Она может протекать Тоже очень легко И без температуры И бессимптомно Это разновидность Поэтому конечно Мазок можно сделать И посмотреть Для собственного Спокойствия Конечно неблагодарное Занятие давать Какие-то прогнозы И на самом деле Я вот в начале беседы Сказала Что эпидемиологически Эта инфекция Ну наверное До конца Еще не совсем Объяснимая И сказать И думать о том Как она будет развиваться Тоже очень сложно Потому что на самом деле Мы понимали о том Что уже есть Большое количество Переболевших людей Пришли вакцины И люди вакцинируются То есть Как бы уже Коллективный иммунитет Подрастает И должно быть Так сказать Меньше заболевших Но сегодня мы понимаем Что коллективный иммунитет Мы еще с вами Не достигли Потому что Вот то что Сегодня мы видим Люди которые Поступают в стационары В большом количестве Они ведь все Не вакцинированы И не болевшие Практически Есть случаи Повторных заболеваний Легкие формы Повторных заболеваний Они и есть Но это Вот сегодня Стационары Заполнены Именно людьми Не болевшими Не вакцинированными То есть Мы с вами Коллективного иммунитета Не достигли Раз мы не достигли Коллективного иммунитета Поэтому распространение Инфекции Благодаря опять же Нам И нашим Бездействиям Каждого личного Из нас Кто не реагирует На эти вещи Инфекция будет Продолжаться Для того Чтобы был Коллективный иммунитет Мы должны Достичь Примерно Уровня 95% 95% У нас населения Да Которые должны иметь Антитела Переболевшие Или это антитела Или привитые Или привитые Антитела Но это такая цифра Должна быть Поэтому Это стоит задуматься Над этим Поэтому Вот как это будет Инфекция протекать Это все Как мы ей будем Управлять Выяснишь И хотя бы Месяцы до лета Вот важно Что делать И чего не делать Масочный режим Да Первое Нужно вакцинироваться Если у вас Нет противопоказаний Которые Обозначил вам врач Не вы сами Не ваши родственники И соседи По квартире Потому что Иной раз Знаете Люди рассуждают Так Как будто Они являются Разработчиками вакцины То есть Чтобы не носить маски Нужно вакцинироваться Тогда вы будете Знать точно Что у вас есть Антитела И это безопасно Для вас И для окружающих Это самый главный совет А вот кстати Вакцинированный человек Он является Переносчиком? Нет То есть Там же нет активных Там же Заврабатываются Защитные антитела Я не об этом спросил А вот После того Как поставили вакцину Выработались антитела Этот человек Может Не заболев Ковидом А являться С его переносчиком Нет Но это маловероятно Маловероятно Конечно А можно ли поставить Прививку Если в щитовидной железе Обнаружены узлы? Ну Это же надо смотреть Какие узлы Да То есть Если это Доброкачественные узлы Что чаще всего бывает То Если вам эндокринолог Совершенно даст Тогда Так сказать Отмашку на вакцинацию Если конечно Это узлы Другого характера То здесь же надо Разбираться Конкретно Что это за узлы Какого происхождения А возвращаясь К моему вопросу Почему тогда Не отменить маски Для тех Кто уже вакцинировался? Ну Понимаете Это же очень сложно Сделать массово Как людям доказывать? Ну Вы же понимаете Я приду и буду говорить Нет Я вакцинирована У меня есть антитела Или я переболела И у нас есть антитела Ну конечно Это невозможно Но существует же Паспорт вакцинированного Но Дело все в том Что В любом случае Если это идет Речь о пандемии Это все равно Масочный режим Масочный режим Потому что Тотально есть Бессимптомные носители Чаще всего Это дети Тоже Которые практически Не болеют Но являются Бессимптомными носителями А с чем это связано? Кстати Про детей Я тоже хотела спросить Это очень интересно Это вопрос очень интересный Этот вопрос Которым занимают Наверное Я даже вам сейчас И не отвечу В двух словах Потому что Это сегодня Так сказать Та вещь На которой сегодня Думают Думают Да Здесь В этой инфекции Еще очень много Как она избирательна По возрасту Да Здесь совершенно четко И понятно То что можно Сейчас уже озвучить И сказать Что Почему Например Люди старшего поколения Да Болеют тяжелее Чем дети Это понятно Здесь все зависит От индивидуального Иммунного ответа Вот как ваша иммунная система Отреагирует А с возрастом Да Там Есть свои особенности Формирования иммунного ответа Поэтому у детей Это все проще У взрослых Это достаточно тяжелее И опять же Да Допустим Вот мы недавно Выписали мужчину 94 года С пневмонией С тяжелой Ковидной Он поправился И пошел домой Вот это да Вот это иммунитет Но при этом Да Мы можем И теряли Людей достаточно молодых 35 летних Я знаю такие истории И для тех И для других Сделано все Максимально Что можно сделать В этой ситуации А количество вируса Попавшего в человека Влияет на Тяжесть заболевания Протекания Это тоже вопрос Который еще В дискуссии Да Но точно понятно Вот я еще раз подчеркиваю Что это индивидуальный Иммунный ответ И как он Как ты отреагируешь Это не знает пока Как бы Может быть еще один вопрос Все конечно не войдет Очень много вопросов На эфирном ватсапе Скажите пожалуйста Если после перенесенной Ковидной инфекции Не сохраняются Антитела на всю жизнь Не означает ли это то Что после прививки Они тоже исчезнут Со временем И не придется ли Ставить прививку Потом каждый год Как от гриппа Например Возможно Это так Возможно Это будет Ревакцинация Периодическая Раз Скорее всего Так и будет Хотя Есть еще Так сказать Гипотезы Но это же опять Это же новая инфекция Поэтому здесь Очень много вопросов Что формируется Какой-то Т-клеточный иммунитет Который мы не увидим В гуморальном иммунитете Вот те антитела Давайте по-русски Да Но те антитела На которые мы сдаем Кровь и видим Защитные антитела Это так скажем Гуморальный иммунитет То что вот на ладони Лежит Мы видим Вот они Защитные тела А есть еще другой Так сказать Иммунный ответ На клеточном уровне Это специальные методики Это достаточно сложные методики Которые делаются Но наука больше занимается Для каких-то вещей Поэтому возможно Там формируется Вот такой еще Клеточный иммунный ответ Но тоже ведь Не у всех людей Опять же Все люди индивидуальны Поэтому скорее всего Здесь будет Ревакцинация Сейчас идут обсуждения Она будет ежегодно Или раз в два года То есть какие рекомендации Нам потом дадут ученые То есть вот это сейчас Находится на стадии обсуждения Хочу просто вот такую вещь сказать Я никогда никого не запугиваю И не нагнетаю Какие-то ужасные картинки Ну профессиональная деятельность Мы все видим в этой жизни Ну конечно ты не будешь Об этом рассказывать Я скажу один только Маленький штрих Возвращаясь к своим Клещевым инфекциям Когда я 30 лет назад Пришла в инфекционную больницу И увидела Как погибают люди От клещевого энцефалита Или какими инвалидами Они выходят Очень страшно После этого Год мне было достаточно Проработать в клинике Для того чтобы я Никогда в жизни Не пошла бы в лес Если То есть если у меня нет вакцины То есть если не дай бог Я не зайду в лес никогда Если даже будет какая-то Ты едешь допустим в машине Далеко на много километров Нет Не пойдешь И это не имеет никакого отношения Многие километры Березовую рощу Можно зайти и поймать Рещак Потому что Ты это видел И ты это знаешь Как это происходит Поэтому уважаемые Слушатели Я не буду вам нагонять страха Но когда Это видишь Каждый день Как люди Мучаются Как они тяжело болеют Даже те люди Которые поправились И вот сейчас слушатели Многие наверное Переболели Меня слушают Они говорят Мы так никогда не болели Это ужасные страдания А когда люди Еще и погибают Это видишь Каждый день В реанимациях В отделениях Ну я не знаю Какие надо слова Убеждения Тогда людям еще Сказать Доброе утро Слушаю вашу передачу И в прямом эфире Был задан вопрос Сколько стоит Анализ На ковид Было сказано Эпидемиологам 400-600 рублей Это не правда Анализ стоит Около двух тысяч Несколько раз Сдавали сами Сдавали знакомые Сдавали друзья Поэтому очень многие люди Не сдают Потому что это очень дорого Для многих Спасибо Немножко не об этом Мы разговаривали Да Вы про антитела говорили Есть антитела Вы наверное имеете ввиду ПЦР Диагностику Мазок А это антитела То что кровь Ну опять же Давайте мы посмотрим Есть частные лаборатории Они там свою цену Действуют Конечно Там другие Мы говорили Про государственные лаборатории Это немножко другие цены Ищите их Они есть Это на самом деле Доступно Ну и столиц Выглядит Новосибирская область В плане заболеваемости Ну ведь получше же Конечно гораздо лучше Чем столица Ну там и лезит Скажем Ну там и да Там мегаполис И пересечение потоков Конечно другое Но да К сожалению Нельзя обольщаться Поэтому уважаемые коллеги Я конечно вам желаю здоровья И если вы услышали То что я вам хотела донести То я вас еще раз призываю Конечно обязательно подумать О своем здоровье И сделать вакцину Тем более что сегодня Для этого нет никаких препятствий Лариса Леонидовна Мы желаем вам Как можно меньше работы Это спасибо И чтобы мы с вами встречались Не по столь грустным поводам Просто приходите И рассказывайте нам что-нибудь интересное Например Юбилей больницы Ваш личный юбилей Что-нибудь приятное Спасибо большое Пусть будет больше таких поводов Хотя я знаю Что мы еще точно увидимся И услышимся Будем держать руку на пульсе Уже осенью Да Отслеживать ситуацию Следить за происходящим в регионе Сразу после отпуска выйдем И сразу начнем Да Как дела? Прививайтесь? Ребята Как дела? Бережусь ли себя и близких Убежим до завтра Спасибо вам большое за беседу Радио 54 Первое областное радио